В эфире новости Первого Карагандинского в студии Миром Гульсал Кимбаева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. Техперсонал компании ПАЗ отказываются выходить на свои рабочие места. Людям, как и шахтерам Арселор Миттл Тимиртау, хотят сократить заработную плату. Гособвинители по делу Серика Ахметова раскрыли схему махинаций бывшего премьера-министра, в чем обвиняют его на этот раз. Более ста карагандинцев обмануты квартирными мошенниками. В Тимиртау техперсонал компании ПАЗ отказывается работать. Женщины уже два месяца не получают заработную плату, а теперь и вовсе им ее хотят сократить. Работники уже начали забастовку, отказавшись убирать необходимые территории. Наш корреспондент продолжит. Женщины работают в подрядной организации ТОО ПАЗа 20-30. Работники занимаются уборкой в стальном и угольном департаментах Арселор Миттл Тимиртау. Заработная плата составляет всего 25 тысяч тенге. Сейчас, по словам техперсонала, и ту хотят сократить. Более того, за июнь они получили лишь половину суммы. Мать-одиночка Бахыт Рахимбаева воспитывает двоих детей-школьников. Семья еле-еле сводит концы с концами. Зарплату, как утверждают работники, хотят сократить на 6 тысяч тенге. Уменьшить зарплату 19 тысяч. На эту зарплату как нам надо жить? У нас проезд все подорожает, продукты все подорожают. Нас не хотят поднять зарплату. Если мы требуем зарплату, нам сказали на увольнение, пишите заявление, увольняйтесь. Если мы требуем зарплату. Вот нас угрожает так. В администрации подрядной организации разводят руками. Все претензии к угольному магнату. Также работникам заявили, пока приказа о сокращении зарплаты нет. Нет, приказа о сокращении заработной платы и расторжении договоров не было. Официального руководства. То есть пока все работают? Наши руководства, руководства Арселомеда, постоянно ведутся к переговору. Ждем решения. Надеюсь, получится. Часть рабочих уже отказалась производить уборку. Их требование – поднять заработную плату и полностью сделать выплаты денег по предыдущим месяцам. Амина Смакова, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Серика Ахметова обвинили в создании подставной зарубежной фирмы. Прокуроры заявляют о том, что следствию удалось раскрыть запутанную схему махинаций, совершенных высокопоставленным чиновникам для получения участков земли в Караганде под строительство транспортно-логистического центра. В суде отмечается, что для воплощения своих преступных целей первый заместитель премьер-министра, а позже глава правительства Серик Ахметов воспользовался государственной программой, направленной на развитие бизнеса в стране. Ахметов разработал преступный план учредить от имени аффилированных лиц в городе Караганде коммерческое предприятие по реализации проекта транспортно-логистического комплекса, а также разработать проект комплекса, на строительство которого выделить из государственной собственности необходимые земельные участки. С Магулов реализуя преступный план Ахметова по организации личного бизнеса 23 октября 2012 года рассмотрим обращение ТОТЛК о выделении еще одного земельного участка для строительства и дальнейшей эксплуатации торгово-развлекательного бытового центра в районе 134 квартала города Караганды, заведомо зная об отсутствии утвержденного проекта детальной планировки данного района. По словам прокурора, финансирование проекта осуществлялось за счет собственных средств чиновника, однако деньги в сумме порядка 6 миллионов долларов были предоставлены как временная финансовая помощь от иностранной компании. При этом, как стало известно, зарубежная фирма была создана на имя подставных лиц специально для того, чтобы скрыть участие Ахметова в предпринимательской деятельности. Впоследствии Смогулов создавая условия для формирования Ахметова личного бизнеса в сфере транспортно-логистических услуг по результатам рассмотрения заявлений ТОТЛК 25 декабря 2013 года своими постановлениями номер 61-81 и 61-82 дополнительно предоставил товариществу право временного долгосрочного землепользования сроком на 49 лет на земельном участке площадью 7,6901 и 2,5182 в районе имени Казы Горби. Между тем, как стало известно, сегодня адвокатов по делу Ахметова обеспечили удобными стульями. Зал суда, где слушается дело карагандинских чиновников, оснастили стульями со спинкой. Настоятельные просьбы представителя защиты не остались без внимания. Напомним, что адвокаты по делу Ахметова, в частности женщины, дважды обращались к суде с просьбой обеспечить их удобными местами. В противном случае юристы грозились уйти на больничный. Николай Кровец, Жасулан Макулбеков, Арман Артаев. Первый карагандинский. Более ста обманутых квартирными мошенницами жителей шахтерской столицы не могут добиться справедливости. По их словам, следственные мероприятия доказали виновность трех подозреваемых. Но представители Фемиды Октябрьского района не спешат начинать процесс. Со слов потерпевших, они подозревают причастность самого председателя суда и его личную заинтересованность в уголовном деле. Резонансное дело по обманутым гражданам Караганды, которые доверились квартирным мошенницам, продолжается. Напомним, более ста человек стали жертвами аферистов, которые в обмен за крупные суммы в долларах обещали им предоставить жилье из государственного фонда. Сегодня потерпевшие пришли в Октябрьский суд в пятый раз. По их словам, судебный процесс каждый раз отменяется. То одна подозреваемая заболеет, то вторая не придет. Представьте справку врача или заведующего отделения, или главного врача. Представьте справку или не представьте это на ваше усмотрение. На судебный процесс и в этот раз не пришла одна из подозреваемых. А явившиеся остальные две девушки то и дело пытались скрыть свои лица от объектива. Потерпевших возмущает такая вседозволенность в адрес подсудимых. Ведь вина, по их словам, доказана полностью. Мы хотим справедливости, мы больше ничего не хотим. Раз деньги она не вернула, пусть тогда получает по заслугам. Сидит, знает, что такое обман. Наши законы почему не действуют? Действуют на таких простых, что ли, граждане? Я не знаю. Может, они купили, они всегда так говорили. Что мы купим? Что мы КНБ надо будет купим? Я, конечно, группа инвалид. Я инвалид второй группы, живу вместе со снохой в съемной квартире. Эти мошенницы обманули меня. В 2013 году я отдал им 360 тысяч тенге. Они заверили меня, что скоро я получу квартиру из государственного фонда. Предоставили кучу документов, что работают в Акимате. Показали подписи Смогулова, Абдишева, Жакенова. Все с печатями. Потерпевшие уже обращались в различные инстанции. Писали письма в областную прокуратуру, председателю Верховного суда Мами и даже Нигматулину. Но пока положительного ответа от них не получили. В том, что процесс постоянно откладывается, люди видят преступный сговор. По их словам, одна из подозреваемых ранее работала в Октябрьском суде. Потому их проблема до сих пор не может сдвинуться с мертвой точки. В чистоте и не в обиде. Летом специальные службы традиционно занимаются озеленением и благоустройством парков и скверов, наведением чистоты во дворах. На это выделяются немалые бюджетные средства. Как реализуются бюджетные программы по благоустройству Караганды, интересовались депутаты городского маслехата. С ними был и наш корреспондент Сергей Высокосов. Несколько депутатских групп отправились в рейд по городу, посмотреть, в каком состоянии дворы и скверы Караганды, провожатых у депутатов по району имени Казабекби, заместителя Кима района Вадим Гормаков. Чиновники от коммунального хозяйства тоже в этот день сопровождали выездные бригады. На остановку магазин «Карагандинец», что в микрорайоне «Орбита», депутатскую группу привели неоднократные жалобы горожан. Остатки брусчатки, разрушенные бордюры, асфальтные вздутия и прочие преграды для нормальной ходьбы бросились в глаза депутатам сразу. Как видно, передвигаться здесь небезопасно. И давняя беда жителей этого микрорайона – глубокие объемные лужи, которые не успевают высыхать ни до проливных дождей, ни после. Депутаты на месте стали выяснять, кто здесь ответственный за порядок. Несколько рекомендаций для чиновников и подрядчиков. Своеобразный мастер-класс по наведению чистоты в городе. Секретарь маслехата Кабдегали Аспанов не раз предлагал изменить подход к уборке и содержанию. А тут еще и слякотная осень. Совсем не за горами. Надо сделать эту воду через реконавирусную. Ливневки, которые пробили, они все работают. Это просто поднимать. Она уровень не может. Люди просто поднимают. Отцепать надо. Оказалось, устранение колдобин на этом участке пока не запланировано. Так что все, как всегда, упирается в денежный вопрос. Мы говорим о том, что необходимо эту работу выполнять. Раз. Для этого необходимо просить на соревнования, просить деньги для проектирования. Так же? Да. Вот уточнение бюджета. Почему эти 5 миллионов или 3 миллиона мы не могли найти, что ли? Во дворах домов номер 3 и 4 та же история. Но уже после работ тепловиков и водопроводчиков. Все дело в отсутствии ливневок, заключили депутаты. Секретарь Маслихата тут вспомнил, как был заместителем главы городской администрации в конце 90-х, когда каждая ливневка была на счету и отмечена на специальной карте. А теперь вот нынешним чиновникам все карты в руки. Есть уполномоченный орган, который выдает разрешение на земляные работы. То есть отдел ЖКХ. Там есть у них специальный контролирующий человек. Состояние междворовой территории домов номер 14 и 26 на орбите тоже вызвало недоумение у депутатов. Не дали, как поздней осени, люди возмущались, что здесь ни проехать, ни пройти. И позже на одной из отчетных встреч с населением Теплотранзит и Караган-Дасу заявили, что работы по благоустройству уже завершены. Да, планировка восстановлена. А пешеходные дорожки, бордюры и асфальт. В общем, есть еще над чем потрудиться подрядчикам. Считают, что благоустройство идеальное. Давайте вопрос поднимем по технадзору. Вывоз строительного мусора тоже вызвал нарекания у депутатов. Ведь это относится к содержанию дворовых территорий. Мы даем деньги на содержание двора. А что вы вкладываете в смысл, это вы определяете. Депутаты напомнили чиновникам, что подрядчики подрядчиками, а администраторами программы по благоустройству все же являются акиматы. Им и следить за порядком во дворах. Здесь мы наметили ряд мероприятий. В частности, это устройство ливневки для того, чтобы с орбиты общей было сток воды на центральную приканальную улицу и внутриквартальное асфальтирование. То есть мы определились и объемами, и механизмом решения проблемы этой. Как подчеркнул Кабдегали Аспанов, отсутствие системного подхода к решению проблем приводит к тому, что чиновники начинают перекладывать решения вопросов друг на друга. А нужно бы это делать сообща. Рядом с домами на углу Мукановой республики, которые были отремонтированы по программе модернизации ЖКХ, идет строительство сквера. А пока Арбышево-5 и вовсе реконструкция дворовой территории. Строительство сквера уже подходит к завершению. Здесь оборудовали спортивную площадку, детский игровой комплекс, проложили мощеные дорожки, готовое освещение, предусмотрен автополив. А на Карбышево кладут новый асфальт, дворы разделили на специальные зоны, спортивные, игровые и зеленые. Такую радость жильцам доставили местные власти с подрядчиками, бонусом за участие в государственной программе. Подрядчики работают качественно, работают своевременно, значит, и в дню конституции они обещают запустить эти скверы. На Бухаржирау-31 тоже провели модернизацию. Дом под свое крыло взяла управляющая компания, о чем и гласит табличка на стене. Сразу видно ответственность и качество обслуживания их конек. Близлежащие к дому дворы сейчас благоустраивают, строят парковки и даже новый сквер. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжим выпуск. С начала года в Караганде трудоустроено около 3,5 тысяч безработных. Это стало возможным благодаря программе «Дорожная карта занятости-2020». Как воспользоваться этой программой и куда обращаться, узнавали наши журналисты. В шахтерской столице сегодня устроиться на работу не так-то просто. Особенно, если вы только что закончили вуз. Но 22-летняя Маржан Санаева это все-таки удалось. Центр занятости нашел ей работу по специальности. Правда, перед обращением в данный центр она потеряла ровно год, пытаясь сделать это самостоятельно. После прохождения молодежной практики меня трудоустроили сюда на постоянную работу. И вот в данный момент у меня есть постоянная заработная плата, к чему я благодарна молодежной практике. С начала года в Караганде по программе «Дорожная карта занятости-2020» трудоустроено около 3,5 тысяч человек. Все они обратились в центр занятости населения. Многим из них пришлось пройти специальную переподготовку на востребованные специальности. Все это за счет государства. Востребованные специальности – это сварщики, газоэлектросварщики, токари, фрезеровщики. Такие востребованные специальности есть. Данная заявка формируется на основании заявки предприятий-работодателей. Мы постараемся учесть в основном их потребности. Для того, чтобы получить достойную работу, нужно всего лишь обратиться за помощью в центр занятости по адресу Бухаржирау 51-1. Там вы сможете получить консультацию или направление на собеседование с работодателем. Аймамлина Исламбек Успан, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Жители Пришахтинска оказались в плену старых боевых снарядов. Все началось с того, что 17-летний житель улицы Рудничной нашел их в колодце. Парень не поленился, вытащил их и бросил около своего дома. На место скопления боеприпасов тут же начали прибывать спасатели и сотрудники полиции. Жители близлежащих домов эвакуировали. Место, где лежали опасные снаряды, оцепили, дорогу в обоих направлениях перекрыли. Житель Тимиртау, избив жену, забрал у нее всю наличность. Затем мужчина напал на военнослужащего Национальной гвардии, который пытался пресечь его действия. Но командиру взвода воинской части 55-16 Кайрату Каскенову все-таки удалось справиться с разбуянившимся жителем города Металургов. Теперь задержанным угрозит до 12 лет тюрьмы. Вечером 8 августа военнослужащие воинской части 55-16 патрулировали на улицах Тимиртау. Дежурство для солдата, особенно для их командира, выдалось нелегким. Примерно в половину 11 ночи в полицию обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой домашнего насилия. Мол, супруг сильно избил ее, а потом, забрав все деньги, ушел из дома. Спустя несколько минут подозреваемого заметили на одной из улиц города. Но мужчина явно не был намерен сдаваться без боя. Он толкнул Кайрата Каскенова и кинулся бежать. Патрульные бросились за ним в погоню. Однако мужчина бросился на военнослужащих с кулаками. Но Кайрат Каскенов сбил дебошира с ног, применив прием рукопашного боя. После его доставили в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Несмотря на то, что супруга забрала заявление, мужчине грозит наказание до 12 лет лишения свободы. Он признал свою вину, то, что избил жену. Далее супруга приехала и уже далее следственные оперативные мероприятия были проведены. Как год служу в этом городе, уже можно сказать не первый раз, а четвертый, пятый раз уже. В принципе уже опыт имеем в данном случае, как действовать. В Караганду снова приехала медовая выставка пасеки Ивановых. Более 20 сортов полезного сладкого продукта собраны в Башкирии. Помимо меда на сладкой ярмарке можно приобрести изделия мастеров-умельцев Алтая. Амина Смакова продолжит. Мед семьи Ивановых знают по всему Казахстану. В нашем городе люди с нетерпением ждут, когда сладкая ярмарка снова посетит шахтерскую столицу. В этом месяце в Караганду привезли более 20 сортов меда, без каких-либо добавок. У каждого вида свой вкус и свое предназначение. Приобретая этот мед, получаешь двойную выгоду. Первое. Все сорта пасеки Ивановых обладают лечебными свойствами. Второе. С таким медом чай пить одно удовольствие. Луговой мед, мед с корицей, шоколадом, с имбирем, горный, царский бархат. И это еще не все. Для каждого покупателя найдется свой медок. К примеру, для представительниц слабого пола пасека Ивановых привезла мед с пыльцой. Кроме повышения иммунитета, с ним можно и хорошо омолодиться. Сладкий напиток с маточным молочком восстанавливает обменные процессы, улучшает работу сердца. Опытные продавцы-консультанты помогут вам выбрать подходящий вид меда. Кстати, как и всегда, в этот раз тоже действует подарочная акция для покупателей. Также у вас есть уникальная возможность продегустировать наш мед и поучаствовать в нашей акции 1 плюс 1. При покупке килограмма меда мы даем либо в подарок, либо луговой, либо с корицей, либо с гвоздикой. Медовая выставка открывается уже завтра. Помимо меда, карагандинцы могут приобрести качественную текстильную продукцию и картины ручной работы мастеров Алтая. Продажа меда будет длиться до 23 августа. Приобрести мед можно с 10 утра и до 7 вечера в торговом доме Азия. В следующий раз медовая ярмарка посетит нас в октябре этого года. Амина Смакова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. На этом у меня все. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин